Всем привет, вы на канале ОМЗАП. Сегодня у нас в ремонте вот такой чудесный автомобиль Kia Sorento. 15-й год, пробег. Какой пробег? 142 тысячи. Этот автомобиль ранее у нас был уже 4 или 5 лет назад. Здесь производился ремонт двигателя. Тогда тоже провернула вкладыши, но сейчас произошла в принципе такая же ситуация. Для чего это все произошло? Здесь двигатель 2.4 бензиновый и здесь стоят балансиры, блок балансиров в поддоне. Из-за чего все-таки и происходит проворот вкладышей. Видимо заводская недоработка не докачивает масляный насос. То есть там производительность маленькая у него, из-за этого масляное голодание и соответственно проворот вкладышей. В прошлый раз человеку предлагали сделать переделку по 2 литра, то есть выкидывать эти балансиры, ставить обычный масляный насос, который беспроблемный. Но человек не захотел. Он в итоге поставил новые балансиры, перевозил свои запчасти в общем-то и ситуация повторилась вновь. Поэтому сейчас мы будем снимать его, разбирать, опять же дефектовать и уже будем, наверное, настаивать, сделать правильно. То есть переделать по 2 литровый масляный насос, чтобы уже такого не повторилось. Так, завести мы его сейчас не сможем, да в принципе он не заведется, потому что он заклинил. Он заклинил, ремень скидывали, вчера пытались повернуть коленвал, но он не поворачивается. Здесь я уже чуть-чуть начал разбирать. Так, ну сейчас я буду поднимать автомобиль, дальше разбирать это дело и уже когда будет мотор на столе, включимся, наверное. И будем как бы вместе производить разборку и дефектовку. Двигатель у нас уже на столе. Вот, мне повезло, он в итоге все-таки начал проворачиваться. Видимо, он подостыл, вкладыши чуть подопустило, отпустило и он начал проворачиваться, что очень хорошо, потому что мне надо было откручивать бублик, он же гидреотрансформатор. Там 4 болтика и чтобы их открутить, нужно именно, чтобы проворачивался коленвал. Вот, здесь мне повезло. Ну, будем сейчас дальше все это разбирать, снимать все навесное. Ну, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В принципе все в хорошем состоянии Есть небольшие царапки, но это не критично В целом да, все хорошо В целом все хорошо, до головки не добралась стружка Это радует Оголовкой у нас будет минимум работы Интересно пойдет пистолетом, нет? Да Так, сняли мы головку И мы видим в принципе как бы отличный хон Сколько он проехал километров даже не знаю Ну 5 лет 5 лет, я не знаю Ну 1070 он прошел В принципе все почти как новое Там есть мелкие полоски, но это в общем-то ерунда Так все выглядит очень даже хорошо Ну вот у нас проблемный цилиндр Вот здесь подзадрало Но опять же это задрало из-за того, что здесь Провернуло вкладыш Вон видно набитый светлый белый след А вот он Вот видно Как пашень бил по головке Вот у нас по головке набито Ну вот он по краю, по контуру Все, полностью мы разобрали двигатель Вот у нас причина Стука, заклинивание Это у нас шейка третьего шатуна Ну такая беда приключилась Вот Все остальные в принципе более-менее Ну здесь вкладыши начало уже протирать Но их еще не провернуло Вот Вкладыши здесь один на один вообще залезли То есть они даже Я их не могу снять Они прилипли Так же балансиры Ну балансиры у нас проворачиваются на самом деле Но в любом случае их лучше выкидывать И ставить обычный насос Так у нас идет под замену коленвал Один шатун Блок Скорее что будем переорганизовывать Здесь у нас уже начало Вот шатуном чуть-чуть цеплять Как бы не кратично Но в любом случае там уже начало задирать Из-за того, что паряного вкладыш Царапины уже есть Ну в любом случае это с клиентом будем согласовывать Далее что у нас Насос мы выкидываем Поддон Так же будет меняться Здесь вот даже Такие прям ошметки С коленвала скорее всего Куски Все в золоте Так Поддон будем менять Если ставить насос от 2 литров То есть Здесь еще нужна Ну Пеногосящая такая пластина Так как здесь ее нет Потому что Балансир у нас занимает Все Все пространство Вот так вот Они здесь расположены И поэтому здесь Ну Пена не образовывается И у нас то не взбивает пена Вот Меняем поддон По навесному у нас Пойдут ролики Ремешок Обгонная муфта Генератора Это так по мелочи Свечки Вот в общем то и все Головка у нас В хорошем состоянии Ее просто нужно будет перебрать Поменять колпачки Прикереть клапана И все Больше с ней ничего делать не нужно Ну Коленвал у нас идет Под замену С этим уже ничего не делается Точить их Крайне не рекомендуется Потому что они Не ходят точенные Так как у нас идет Поверхностная закалка металла При Проточке Коленвала Вы Поверхностный слой Каленый Убираете И у вас внутри остается Сирой металл Поэтому Точить их не рекомендуется Только замена Все сейчас Список Список уже составлен Сейчас Ребята проценивают И будут звонить клиенту Согласовывать Уже дальше Дальнейшие действия Наши Что он выберет Переделку Опять же Под Два литра Либо Либо будет ставить Опять новый насос С балансирами И опять на пару лет Да Также Напомню Что Этот двигатель Делали у нас Перебирался он у нас Но Запчасти были Клиента И также То есть Он Не последовал Нашим рекомендациям Переделку Под двухлитровый насос Поэтому Вот Такая вот История И Произошла То есть Все 2.4 Которые мы Перебираем И Настоятельно Рекомендуем Все таки Переделывать По 2 литра То есть Масляный насос Ставить обычный Двухлитровый Делитель Потому что Уже не первый раз Возвращаются Машины Которые Оставляют Масляный насос С балансирами И в итоге Их проворачивают Те которые Переделаны Под 2 литра Уже Не возвращались Ни разу Так что Выбирайте Правильные запчасти Подбирайте Оригинальные И Все таки Слушайте Рекомендации Мастеров Блок У нас вернулся Гильзовки Так он Перегильзован Плоскость У нас Отфрезерована Так Коршни Уже Стоят Новые Коршни Новые Один Новый Шатун У нас Третий Который У нас Провернуло Теперь Кольца Кольца Перевозил клиент Это клиентские Кольца То есть Он где-то Купил их Вот Читаем Здесь у нас Написано Бескет Кит Энджайн Что в переводе С английского Комплект Прокладок На двигатель Это у нас Не похоже На комплект Прокладок Это похоже На кольца Не знаю Какого они Качества Честно говоря На вид Вроде Нормальный То есть Обычно Ну Фаски Есть Ладно Сейчас Попробуем Ставить Цилиндр Посмотреть Что там У нас Будет С зазором Сейчас Поставляли Кольца Проверить Зазоры Тепловые В замках А здесь Получается У нас Маслосъемная Здесь у нас Первая Компрессионная А здесь вторая Компрессионная То есть В принципе По По зазорам Как бы Есть Есть зазоры То есть В принципе Они и в допусках Сейчас померяли Щупом Здесь у нас 0.35 Зазор Хотя там 0.37 Идет Минимальный Ну 0.35 Как бы В принципе Минимальный допуск Здесь у нас 0.25 По факту По допускам По моему 0.15 Идет То есть Здесь мы тоже Вписываемся Ну здесь тоже Здесь по 0.5 По факту По допускам 0.2 0.7 То есть Тоже Все мы укладываемся В допуске Так Окей У нас По кольцам Пока Вопросов нет Можно собирать дальше Чем мы Собственно Сейчас и займемся Итак Здесь у нас Разложены Уже новые Запчасти На каешку Здесь Будем уже В этот раз Делать Все по уму То есть Переделывать Под Двухлитровый Насос Масляный Будем выбрасывать Балансиры Но Все равно Клиент В этот раз Тоже Привез Свои запчасти Здесь половина Запчастей клиента Половина Наш Вот Что касаемо Клиентских Запчастей С коленвалом Это уже Второй у нас Коленвал лежит Первый коленвал Он привез Вроде как Оригинальный Но При Как бы Детальном Рассмотрении Оказалось Что он Просто Восстановленный Это Оригинальный Был коленвал То есть Это сейчас Уже другой Это Заводской Все Привозил Он Тоже Оригинальный Коленвал Но Видимо Где-то Взятый Из помойки Отмытый Отмытый Восстановленные Шейки Там Было Видно Что Шейки Ну Они Прям Как Пилка Для Ногтей Здесь Все Цеплялось Здесь Видно Было Что Перегретые Были Шейки То есть Их Видимо Обрабатывали Следы Перегрева Виднелись И Также Были Эта Маркировка Для Подбора Вкладышей Цифры То есть Они Были Так Смазанные То есть Ну Видно Что Это Не Завод Я То есть Здесь Было Тоже Запилено Набить Новый Номер Ну В общем Явная Подделка Также Был Косяк С Поршнями Поршня Тоже Клиент Привозил Свои Кстати Брал В том же Магазине Где Коленвал Вот И Наш Токарь Забраковал Потому Что Они Ну Не Укладывались В размер Они Были По Геометрии Не Проходили То есть Они Были Овальные Поэтому Он Привез Другие Уже Поршни На Другом Магазине Взял Они Уже Прошли Так Ладно Поэтому Поэтому Мы Как бы Даем Рекомендацию То есть Это В любом Случае На Ваше Усмотрение Но В любом Случа Рекомендуем Все Таки Покупать Запчасти Через Сервис Чтобы Гарантия Уже Была То есть Ответственность Вложилась Именно На Сервис Потому Что В случае Каких-то Вопросов Проблем У вас Уже Будет Документально Подтверждено Что Вы Запчасти Покупали Через Сервис И То есть Все Ответственность Вы Грубо говоря Вложится На Сервис А В случае Если Будут Проблемы С Коленвалом Или С Какими-то Еще Запчастями Клиентскими То На Это В принципе Как бы Гарантия Не распространяется Поэтому Лучше Лучше Брать Запчасти Через Сервис Да Вы Можете Переплатить Чуть-чуть Но Вы Получите Гарантию И Не Будет У вас Головняка То есть Кататься Искать Где-то Эти Запчасти Потом Отвозить Их Если Это Какой-то Брак Явный И Не Будет Повторного Ремонта А Даже Если Будет То есть Он Уже Будет Не За Вас Счет То То Это Уже Будет Проблема Сервиса Так Ладно То Что Касаемо Остальных Запчастей Клиентских В принципе Ну Вроде Похоже На Оригинал Явных Таких Косяков Не Видно Поэтому Мы Не Бракуем То Что Касаемо Наших Запчастей Вкладыш Вот Наши Ремень Ролики Это Наши То Есть В этом Мы Как бы Сто Процентов Уверены И Поэтому Проблем С этим Точно Не Будет Еще Момент Здесь Уже Я Не Помню Говорил Нет Стояли Уже Масляные Форсунки Завода Также Меняется Будет Меняться Теплообменник Маслоохладитель Так Как В подоне Стружки Уже Было Достаточно Много И В любом Случае Эта Стружка Уже Попала И В теплообменник А так Как Там Соты Достаточно Мелкие И Вымыть Его Очень Проблематично Дабы Исключить Риск попадания Стружки Уже В новый Мотор Мотор От Капиталин Поэтому Будем Менять Итак Двигатель Соренто Мы Уже Установили Собрали Установили Единственное Они Показали Полную Сборку Не Было Времени У оператора Вечно Дергает Куда В общем Двигатель Установлен Единственный Момент По Поддону Поддон У нас Еще Не Стоит Потому Что У нас Был Вопрос И В общем То Он В последнюю Очередь Приехал Так Касаемо Поддона Так Как У нас Идет Переделка Под Двухлитровый Масляный Насос У нас Поддон Стоял С датчиком Уровня Масла Вот Вот Он Это Его Родной Который Стоял Он Во-первых Немножко Здесь Стразнил Здесь Вот Уже Такая Хорошая Ржавчина И Она В общем-то Уже Здесь Проглядывается То есть Он Скоро Потек Быет Так Вот Но Какой Нюанс При Переделке То есть Как Делаем Мы Мы Берем Старый Поддон Если Он В хорошем Состоянии В общем-то Без Ржавчины Такой Критичный И Берется Поддон От Двухлитрового двигателя Тоже Под Датчик И Нам Нужна В общем-то С этого Поддона Только Вот Эта Пластина Вот Это У нас Уже Переделанный Поддон Переделанный Поддон Здесь То есть Уварена Пластина Масло Госящее Ну Пеногосящее Чтобы У нас Масло Не Расплескивалось По всему Поддону А все-таки Оно Удерживалось Ближе К заборнику Вот Почему Нельзя Поставить Родной Поддон На 2 литрах Без Переделок Вот Потому Что Датчик Здесь Немножко Идет Со Смещением Немножко Здесь По-другому Установлен На 2 литровом И Он Упирается У нас Вот В это Место То есть Если Стоять Просто 2 литровый Поддон Без Переделок То У нас Датчик Начинает Упираться В эту Плиту Здесь Плита Немножко Другая И Здесь Соответственно Поддон Тоже Поэтому Мы Берем Оригинальный Поддон 2.4 И Переделываем Таким Образом Так Что Будем Устанавливать И Ну Собирать Дальше То Что Там Установлено Двигатель Установлен Все Жидкости Залиты Все Разъемы Подключены Кроме Фресунок По Традиции Сейчас Первый Запуск То есть Мы Сейчас Будем Крутить Без Форсунок То есть Чтобы Закачалось Давление Масла После Этого Уже Будем Подключать Форсунки И Прозводить Соответственно Сам Запуск Двигателя Идем В салон Крутим И ждем Когда Погаснет Лампа Давления Масла Итак Крутим Так Дадим Отдохнуть Стартеру Все Настряночка У нас Погасла Ну Контрольный Еще раз Подключаем Форсунки Проверяем Уровень Масла И Будем Запускать Всегда Рекомендуется Перед Ну То есть Первый Запуск Именно Производить Таким Образом Чтобы У вас Масляного Голодания Не было В любом Случае Накачает Его Но Обороты Будут Уже Побольше И Риск Что У вас Первый Запуск Пройдет Неудачно Возрастает Так Масло У нас Серединка Все Теперь Можно Смело Запускать Так Все Двигатель Мы запустили Двигатель Работает Хорошо Без Посторонних Шумов В общем Что остается 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 Его Прогреть Проверить Отсутствие Подтеканий И Такого И Прочего В общем Ремонт Ремонт Закончен Сейчас Я Просто Проверю Его Поднимаю Еще раз На подъемнике Осматриваю Снизу Чтобы Ничего Нигде Не Потекало Ставлю Защиты Колеса Выгоняем Автомобиль На улицу И Завтра Еще Дадим Поработать Потому что Сейчас Уже Девять Вечера И Очень Хочется Домой Поэтому Подписывайтесь На наш Канал Ставьте Пальцы Вверх Комментируйте Приезжайте К нам На обслуживание Ремонт Всегда Будем Рады Вас видеть Все Всем Пока И Удачи На дороге Ну и все И побежали Домой Домой